Всем привет! Я Аня. Добро пожаловать на мой канал, если вы у меня в гостях впервые. И с возвращением рада вас снова видеть, если вы на меня уже подписаны. Сегодня в этом видео рассмотрим с вами все новинки осень-зима 2020 от Catrice Cosmetics. Я заказала практически все, что было представлено в немецком онлайн-магазине Cosmetic for Less. И расскажу и покажу вам, что это за новинки. Я знаю, что уже многие девчонки отсняли свои обзоры на эти новинки. Я же сегодня покажу вам, как эти новинки подходят возрастной коже. И также тип моей кожи это жирная кожа. Почему я немножечко запаздываю с этим обзором? Потому что это не первые впечатления. Я не очень люблю снимать первые впечатления. Потому что мне кажется, что объективно невозможно оценить продукт, используя его только первый один раз. Поэтому я всегда тестирую. У меня проходит 2, а то и даже 3 недели на тестирование. Чтобы потом отснять полноценный обзор с моими комментариями. Поэтому, если вам интересно, я готова поделиться своими впечатлениями. Косметику от концерна Коснова. Это Catrice Cosmetics и Essence. Я заказываю на немецком сайте Cosmetic for Less. Как я уже сказала. Косметика Essence у нас представлена в очень скудном ассортименте. А Catrice Cosmetics вообще нет здесь на рынке. Поэтому для меня единственный выход это заказывать онлайн. Cosmetic for Less это немецкий магазин. Там всегда самые-самые первые новинки появляются. И на этом сайте также есть онлайн эксклюзивы, которые продаются только в интернет-магазине. Только в этом магазине. И насколько я знаю, в розничной продаже их нет ни в Германии, ни тем более в России и Украине. И как только я получила имейл уведомления от этого магазина, что у них обновился ассортимент, естественно, я не раздумывала, заказала все то, что мне понравилось. Или мне показалось, что возможно понравится вам. Но все, болтать не буду. Вступление, как всегда, очень долго. Давайте переходить к обзору. А нет, подождите. Кстати, сейчас на YouTube навигация по видео стала еще намного удобнее. Авторы роликов могут делить свое видео на главы, которые вы сможете увидеть, если наведете мышкой на красную дорожку воспроизведения. Это на тот случай, если вы хотите смотреть сразу ролик по делу и пропускать лирические вступления. Новинка этой осени у Catrice это новая их тональная основа. Это True Skin Hydrating Foundation с гиалуроновой кислотой. Тонально идет в стекле с пластиковой крышкой и с пластиковой помпой. По количеству мы получаем 30 мл и изготовлена тональная основа в Италии. Производитель описывает продукт, что это ваша вторая кожа, но даже лучше. Увлажняющая тональная основа с гиалуроновой кислотой и маслом арбузных семян. Равномерно распределяется, оставляя вашу кожу ровной и гладкой. Придает натуральный матовый финиш. В моем случае с жирной кожей это будет сатиновый финиш. Покрытие у этого крема от среднего к плотному. Производитель говорит, что можно наслаивать. Не утяжеляет вашу кожу и оставляет ощущение легкости, чистоты и свежести на коже. Тестировала я ее около трех недель и готова поделиться с вами своими впечатлениями. И начну я с плюсов. Тональный крем этот очень легкой текстуры. Средняя плотность покрытия, нет эффекта маски. Наслаивать я его не пыталась, потому что для более плотного покрытия у меня существуют другие тональные крема. Поэтому не вижу смысла наслаивать увлажняющий легкий тональный крем. Финиш этого тонального крема на моей жирной коже от сатинового к матовому. Но при желании его можно заматировать, если использовать матовые пудры. Я, к примеру, пользуюсь рассыпчатыми рисовыми пудрами, такими как Поэза, есть у меня еще Экоцера. То есть, в принципе, его можно сделать матовым. И с матовыми пудрами эффект у меня будет держаться 3-4 часа, это точно. Наносить мне понравилось больше ее бьюти-спонжем. Да, бьюти-спонж вбирает в себя немножечко тональный крем, но распределяет эту тональную основу очень равномерно, тоненьким слоем по лицу. Кисточкой мне не понравилось наносить. Мне показалось, что при нанесении кистью тональная основа очень быстро застывает на лице. И мне потом ее невозможно растушевать ни кисточкой, ни даже спонжем влажным. Тональный этот хорошо ложится на праймеры, которые затирают поры, на увлажняющие праймеры, на подсвечивающие праймеры. Совершенно не дружит с матирующими праймерами. Ну и это было бы очень странно, потому что тональная основа заявлена как увлажняющая. Второй эффект вашей кожи получается какой-то конфликт интересов. Поэтому с матовыми праймерами я ее не люблю использовать. Но вот с каким праймером я очень люблю использовать эту тональную основу. Это Catrice Cosmetic Tensational. Праймер, который якобы заявлен, что он 10 в одном. Но на нем останавливаться не буду. Это не новинка этой осени. Этот праймер, по-моему, выходил весной, если я не ошибаюсь. Это может быть даже прошлой осенью. Но если вы хотите попробовать, то вот тональная основа True Skin с вот этим вот праймером очень-очень хорошо дружит. Даже на моей жирной коже. В течение дня на моей жирной коже эта тональная основа ведет себя неплохо. Никуда не убегает, не исчезает. Единственное, что на крыльях носа, конечно, после того, когда я промакиваю матирующими салфетками, конечно же, тональная основа исчезает. Как и любая другая у меня кожа жирная. Чтобы я не делала, на крыльях носа, вот здесь вот в уголочке носа, всегда-всегда будет тональная основа у меня исчезать к концу рабочего дня. Что мне еще в ней нравится? что после того, как я ее промакиваю матирующими салфетками, она у меня не трескается. Бывают, знаете, плотные тональные основы, когда выделяется подкожный жир, в сочетании с тональной основой, после матирующей салфетки он настолько подсыхает, что начинает трескаться и ужасное такое лицо получается, как будто старая картина, знаете, старый Барния портрет, как говорила одна моя знакомая. Но если честно, это даже меня удивило, что она не плешивит и не трескается после матирующих салфеток. Мне кажется, все плюсы я уже перечислила, давайте перейдем к минусам. Но если честно, это такой натянутый-натянутый минус ради того, чтобы просто сказать, что мне не понравилось, но это тоже очень субъективно. Мне не очень понравился ее запах. Какой-то такой кондитерский легкий запах, вроде бы как ничего, но при нанесении на кожу немножечко он становится таким для меня неприятным. Но опять же, это очень субъективный минус, для кого-то это вообще может быть даже не минус. Кстати, забыла сказать, не знаю, какой будет представлена линейка оттенков в наших славянских странах, но на сайте Cosmetic Foles эта тональная основа представлена, по-моему, около 20 оттенков у нее есть. От самой светлой, и самая светлая это 002 Neutral Ivory, до самого темного для смугленьких девочек 096 Neutral Mokka. Мне выбирать онлайн свой оттенок было очень сложно, впрочем, как и всегда, очень сложная такая лотерея. Поэтому я выбрала два оттенка, приблизительно, которые подходят по названию моему цвету кожи. Я взяла посветлее, который 030 Neutral Sound, он более такой светлый, который мне на зиму может подойти. И также взяла 046 Neutral Toffee. Я всегда так делаю, потому что в дальнейшем я могу их смешивать и добиваться мне нужного оттенка. Если зимой это более посветлее, весной более потемнее. Почему я так делаю? Для чего это мне надо? Потому что у нас 6 месяцев в году яркое, активное солнце, и загар на коже моего тела держится немножечко дольше. Поэтому два оттенка в теплой гамме, один более светлый, другой слегка темный, всегда для меня не проигрышный вариант. И судя по перечисленным мною плюсам, несложно догадаться, что тональная основа мне понравилась. И я отдаю предпочтение матовым тональным основам, поэтому тот факт, что тональный крем с сатиновым финишем мне понравился, для меня даже самой это удивительно. Я с удовольствием буду пользоваться ею в холодное время года, это конец нашей осени, зиму и начало весны. Честно скажу, не ожидала от Catrice, как я уже сказала, обычно увлажняющие тональные основы это не мое. Поэтому с удовольствием добавлю ее в свою косметичку месяца и буду пользоваться. Также в линейке True Skin Catrice выпустили новый консилер, это True Skin High Coverage Concealer, водостойкий с гиалуроновой кислотой. Также заявлен, что он увлажняет вашу кожу в течение 18 часов. Тюбик из толстого прозрачного пластика практически полностью повторяет дизайн тональной основы, только колпачок здесь бежевый, а в тональной основе он золотой. Мягкий, достаточно большой аппликатор, запах один в один, как и у тональной основы, который мне не очень понравился. Здесь мы получаем 4,5 мл продукта и изготовлен консилер в Италии. В этой линейке консилеров 15 оттенков от самого светлого 001 Neutral Swan до самого темного 094 Warm Coco. Но, к сожалению, попробовать его текстуры и формулу мне не удалось. Понадеялась я на нумерацию Catrice и подумала, что если тональный крем у меня под номером 030, то консилер с номером 015 как раз подойдет на пару тонов светлее, чем тональный. Но, увы, я ошиблась. Да заказала еще себе цвет посветлее, как только придет, буду тестировать. А сейчас пока что не могу ничего сказать, кроме того, что я уже сказала об этом консилере. Но очень надеюсь, что он мне так же понравится, как и понравилась мне тональная основа True Skin. Также Catrice выпустили еще один новый продукт. Это у них новая пудра Poreless Perfection Powder Universal Shade Silicon Free. Сделана в Италии и в этой шайбочке 9 грамм продукта. Это компактная пудра, которая адаптируется под любой цвет кожи. Достаточно спорный для меня продукт. Оценить ее универсальность я не могу, потому что в принципе, в целом, этот цвет более или менее совпадает с цветом моей кожи. При нанесении, да, она матирует, и я не вижу никакого оттенка, она прозрачная. Но мою жирную кожу она матирует максимум на час. Заявлено, что она оптически уменьшает ваши поры, скрадывает морщинки. Этого я тоже не заметила. Просто думаю, что эта пудра, наверное, все-таки не для моего возраста и не для моего типа кожи. Думаю, девчонкам до 30, у кого нормальная кожа может быть комбинирована, она подойдет. Но мне она уже, в принципе, ничего не делает. Я не могу сказать, что я замечаю какую-то особую разницу. Буду пробовать ее в холодное время года. Возможно, в холодное время года она получше себя проявит, потому что моя косметика в холодное время года не так сильно течет, да, когда жарко летом, и все, что ты не наносишь себе на лицо, но все со временем стекает в себя. Но лето она точно не переживет. Летом ею пользоваться, наверное, нет смысла. А, кстати, если кому-то важно, в этой пудре в составе нет талька. А я перехожу к следующему продукту. Это хайлайтер, который мне пришел разбит, и я его не успела перепрессовать. Это хайлайтер Modern Glow Highlighter. Он представлен в линейке в трех цветах. У меня в оттенке 010 Ultimate Platinum Glaze. Есть еще 020 и 030 оттенки фотографий. Я сейчас их вставлю. Я взяла тот, который больше подходит под тон моей кожи, более теплый. Он более напоминает цвет шампанского. Мне важно было, чтобы он был светлый и теплый, как раз для моего желтого теплого подтона кожи. В этой шайбочке мы получаем 5,9 грамм продукта. Изготовлен хайлайтер в PRC, то есть в Китае. В целом хайлайтер как хайлайтер. Он очень интенсивный, сияние у него яркое. Лично мне подчеркивают поры и текстуру моей кожи. При желании его можно укоротить и придать коже легкое-легкое свечение, если совсем чуть-чуть наносить на кисть. И перед нанесением кисть обязательно стряхивать. Но даже это легкое свечение не будет таким натуральным и естественным свечением, как, к примеру, дает мне хайлайтер от ELF Moonlight Pearls. Это те хайлайтеры, которые я люблю использовать в повседневной жизни, а не на видео. Кстати, сегодня он у меня на скулах. Для видео хорошо смотрится. Но вот в повседневной жизни немножечко выделяется текстура кожи. Если у вас в коллекции есть парочка хайлайтеров даже от тех Revolution, то вы можете смело проходить мимо этого. Ничего особенного в этом хайлайтере я для себя не нашла. Он хороший, но не что-то такое особенное, чего в моей коллекции еще нет. Я думаю, что, скорее всего, я его перепрессую и отдам кому-нибудь из подружек, у кого не такая текстурная кожа. И кто не такой искушенный бьюти-маньяк, у которого в коллекции уже есть 15-20, а может даже 25 хайлайтеров разных марок. Также выпустили Catrice новую тушь для ресниц. Это Lashes to Kill 24 Hours Wear No Panda Eyes Smudge Proof. У меня это 0,10 оттенок Action Proof Black. Но, насколько я знаю, у них, по-моему, в линейке это только единственный оттенок. Еще один неоднозначный продукт для меня. Но давайте по порядку. Начну перечислять плюсы. Ни при каких условиях и даже погодных эта тушь не останется у вас на веках, не осыпется вам на щеки. Не отпечатается. Ну, по крайней мере, пока ее формула свежая. Я тестирую где-то недели 3. В этом случае я очень хороший подопытный кролик, потому что у меня нависшая века, кожа жирная. И такие туши, обычно обещающие туши, не всегда выдерживают мои тестирования. Это выдержало. Подтверждаю 100%. Если вдруг случилось такое, что я вечером плохо умылась, такое бывает, редко, но бывает, то на следующий день я не проснусь с такими черными размазанными кругами под глазами. Действительно, глазок панды у вас не будет. Тушь просто, вернее, ее остатки, маленькими такими вот комочками осыпятся на ваши щеки, которые даже не будут размазываться. Их можно просто с утра рукой смахнуть, но, естественно, умыться она размазываться не будет. Формула у этой туши действительно очень хорошая, мне понравилась. И давайте перейдем к минусам. Производитель заявляет, что эта тушь придает объем. Нет, это неправда. Объем она не придает. И я расскажу почему. Щетинки этой кисточки, щетинки кисточки этой туши расположены, ну, очень для щеточки, для туши, для ресниц, расположены очень далеко друг от друга. И мне не удается хорошо распределить тушь у корней моих ресниц. Между щетинками проходит сразу несколько, я не знаю сколько, но много ресничек. Она не разделяет их, да, это обычно то, что придает нашим ресницам объем. Очень-очень частая кисточка, которая прочесывает практически каждую вашу ресничку от корня до кончиков, да, тогда у нас получаются объемные ресницы. Ну, а это просто склеивает мои ресницы между собой. У меня и так они не очень густые, для этого я покупала именно объемную тушь. Но, к сожалению, увы, конечно, благодаря ее формуле пользоваться я ею буду. Возможно, она немножечко еще загустеет со временем, и тогда я смогу приноровиться ею делать объем. Но пока что это просто такие вот палочки, как елочные иголочки у меня ресницы получаются. Жаль, конечно, потому что тушь по формуле действительно очень хорошая. Также я заказала три новеньких оттенка карандашей для гумб. Это у нас Plumping Lip Liner Maxi Lip. Это автоматические карандаши с точилками на попке. Произведены они в Германии. Ну, и по весу здесь 0.35 грамма один карандаш. Что могу сказать, что это красивые осенние цвета. У меня 0.10 Understated Cheek, 0.20 Water Doll и 0.30 Polite Rebellion. По своей формуле эти карандаши очень мягкие и очень пигментированные. Даже слегка прикасаясь к губам, вы уже получаете такой четкий контур. Но для меня, в принципе, все карандаши от Catrice это беспроигрышный вариант. Кстати, эти из серии Plumping Lip Liner в своем составе содержат mint oil, мятное масло. И они действительно пахнут мятой. И вроде как заявлены, что могут придать вашим губам пухлость, объем, увеличить их визуально. Но я, если честно, особо на эти заявления продавца не рассчитывала. Но то, что они Smudge Proof и не рассмазываются после нанесения, это стопроцентная правда. Ваш контур продержится до обеда на губах, но потом нужно будет его немножечко подправлять. Я, в принципе, в целом многого от карандашей для губ не ожидаю. Чтобы цвет мне нравился, хорошо наносились и долго держались. И это то, что меня устраивает в этих карандашах. А увеличение припухлость губ, мне кажется, это самый что ни на есть маркетинг. И в целом уже не по части косметики декоративной. Припухлые губы это уже не косметика, это уже пластический хирург. Буду с удовольствием пользоваться этими карандашами в течение осени, зимы, весны, потому что это красивые такие нюдовые цвета. Приобрету ли я их снова, не знаю. Просто Catrice Essence выстреливают всегда новинками, всегда у них есть очень много разных других карандашей. Если будут еще в продаже, то, наверное, куплю. А так, если вы присматривали какие-то хорошие осенние нюдовые карандашики, обратите внимание на эти. Остались у меня еще помадки. Это новая линейка у Catrice Full Satin Nude Lipstick. На данный момент в этой линейке 5 оттенков, я себе купила 4. Помадки эти по 3,8 граммов и изготовлены в Италии. Уже всем хорошо нам знакомая восьмиугольная упаковочка помад от Catrice. Только колпачок приятного нюдового цвета и само основание помады золотое. Помадка по весу тяжеленькая, ее очень приятно держать в руке. Запах такой же, по-моему, как и у всех помад Catrice. Да, очень приятный такой, что-то кокосово-ванильное для меня. Давайте я перечислю оттенки, которые у меня есть в коллекции. И первый это 010 Full of Braveness. И на сегодняшний момент это мой самый-самый любимый консилерный нюд. Который по качеству и по цвету превзошел все мои другие консилерные нюды. Этот цвет, несмотря на то, что он очень светлый, действительно как консилер, он абсолютно не плешивит на губах и равномерно ложится на губы. Формула очень приятная. Губы эта формула не сушит, еще раз понюхала, не скатывается в течение дня, не западает у меня в морщинки на губах. Если вы не белоснежка, как и я, и такой же у вас теплый подтон кожи, и вы искали идеальный холодный консилерный нюд, попробуйте именно вот этот от Catrice под номером 010. Я им была очень-очень довольна, мало того, что он светлый, холодный, и именно этот оттенок не делает из меня мертвеца. Эти помады не заявлены как матовые, да, не заявлены как сатиновые, тем не менее, к моему удивлению, полдня до обеда эта помада стойко держится на моих губах. В течение этого времени исчезает она с губ незаметно, на губах неприятного сухого ощущения тоже нету. Поэтому подкрасить ей губы очень легко. По остаткам помады, которую вы нанесли утром, в обед я еще раз наношу, и держится помада до конца рабочего дня. Следующий оттенок у меня 020 Full of Strength. Еще один очень красивый нюд, но уже теплый. И, наверное, на пол, на один оттенок она все-таки потемнее предыдущей. Номер 30 Full of Attitude. Тоже нюд, теплый, но еще на тон темнее предыдущих двух. Для меня это такой цвет, цвет кофе латте. Очень приятный. Я не могу назвать его ни холодным, но это и не теплый, какой-то вот такой нейтральный нюд. Представьте себе прозрачную чашку из кофе латте. Вот это именно такой цвет. И номер 040 Full of Coverage. Это такой коралловый теплый нюд, ну самый комплементарный нюд на осень. Мне кажется, что он будет хорошо смотреться как на холодных белоснежках, так и на теплых смуглянках. Очень осталась довольна этими помадами. Могу сказать, что они в моей ежедневной косметичке частые гости теперь. Также еще в моем заказе были новые палеточки от Catrice. Это палетки 5 in the box. Я заказала себе все 4 штучки на пробу, мне они очень понравились на сайте. У меня очень мало нюдовых палеток, в основном все очень яркие, вы возможно заметили по моим макияжам. Поэтому заказала на пробу посмотреть. Но в сегодняшний... А, кстати, да, я еще заказала вот такой вот праймер для теней. Сегодня в этом видео я показывать, рассказывать о них не буду, потому что это видео тогда продлится на целый час. Сниму я отдельным видео обзоры, свотчи, макияжи. Также расскажу про этот праймер. Я сейчас стараюсь выкладывать где-то одно видео в неделю, это, наверное, четверг или пятница. Поэтому либо в следующий четверг-пятницу, либо через неделю это видео уже выйдет на моем канале. Если вам интересно мое мнение об этих палетках, качестве, пигментации, носкости, убедитесь, что у вас под моими видео нажат колокольчик. Тогда вы не будете пропускать все мои новые ролики. А я, подводя итог, скажу, что эта коллекция для меня была, как любят говорить американские блогеры, hit or miss. Откровенно, провальных продуктов для меня в ней не было, но любимчики появились это точно. Пишите мне в комментариях, пробовали ли вы что-то из этой новой коллекции. Возможно, после моего видео вы что-то себе присмотрели. Мне будет очень интересно, пишите в комментариях, давайте пообщаемся. Очень надеюсь, что это видео было для вас полезным и поможет вам определиться с выбором. Ставьте пальчики вверх под этим видео, мне будет очень приятно. Я с вами не прощаюсь, увидимся в новых роликах уже очень-очень скоро. Обнимаю и пока-пока!